Жители микрорайона Государевдом бьют тревогу. Во дворах домов жилого комплекса стали появляться знаки, запрещающие парковку. В случае нарушения, судя по информационным табличкам, автомобили будут эвакуированы. Чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию, было организовано собрание местных жителей. На нем представители управляющей компании объяснили, что работы проводятся в строгом соответствии с планом организации дорожного движения, которые предоставил застройщик. С кем было согласовано, мы как жильцы не можем поставить возле своего дома. Любая установка знаков, она требует согласования схемы движения по территории. Схема движения это соблюдение правил ПДД, это проектное решение, где одностороннее движение, где можно стоять, где нельзя, полежащий полицейский, где возможна остановка, где запрещена стоянка. Это все подлежит проверке действующим нормам законодательства, то есть первое учредо-дорожное движение и согласованию с проектами, организациями, институтами, которые опять-таки все эти строительные нормы учитывают. Сомнений в законности установки этих знаков жителям добавил способ их размещения. Одни не соответствуют ГОСТу, другие непонятно зачем нужны. Например, вот этот запрещает парковку на огороженной железным забором клумбе с кустами и деревьями. На территории ЖК есть платные парковки, но, по мнению граждан, во-первых, на всех их не хватит, а во-вторых, не всем они по карману, о чем довольно эмоционально заявляли жители. ЖК на 30 тысяч человек, 30 тысяч. Вы парковку поставили на 150 мест. 14-й дом Сухановская, 20 парковочных мест, 10 подъездов в дому, где нам ставить машину? У нас очень много многодетных, много пенсионеров. Вы на 13 тысяч жили когда-нибудь? Давайте с этого начнем. И я еще должен 3 тысячи, допустим, не я, вот там люди есть, 3 тысячи отдать вот этому дяде. Несмотря на эмоции, конструктивный диалог все же получился. На собрании было принято решение в ближайшее время собрать комиссию, в которую войдут местные жители, представители застройщика, администрации округа и госавтоинспекции. Им предстоит проверить правила установки знаков, их законность, а самое главное – целесообразность такого шага.